Коль, ты не брал мои вещи? Какие вещи? Одежду. Зачем мне твои одежды? А ты мой учебник по русскому языку не брал? А зачем мне твой учебник? Да не знаю, куда он поделался. Но я еще домашку не сделал. И вот мои вещи пропали. Не знаю. А это откуда у меня взялось? А, так это и лоха у меня побывал. Ну погоди. Сейчас разберемся. О, и что это значит? Ты зачем вещи мне, Вадима, взял? А, это ты? Как догадался, что я взял вещи? Тебетейку нашел. А я ее искал. Искал. Зачем тебе это все? Надоело жить в прошлом. Хочу стать крутым мужиком. Вот переоденусь в вашу одежду, Чтоб никто не догадался, Что я великий джин. Смотри. Ну вот, сейчас увидишь. Опа! О-о-о! Вот это да! Ну ты чувак в тренде. Куда галсту порезал? А куда надо? На шею. Реальный мужичелы. В этом ты, бацан, просто пряник. Чувачок, да ты реальный перец. О-о-о! Крутые, бацаны! Ну, крендель! В этом ты все рекорды побил. Пипец. Вот это андеграунд! Ну и че? Нравится прикид? Да, чувачила. Ты кандидат в психушку номер один. А это что такое? Это же мой учебник по русскому языку. Я его целое утро искал. Ты зачем его спер? Эй, так говорить нельзя. Это плохое слово. Много ты понимаешь в русском языке. Да, я весь учебник прочитал. Даже споряжение выучил. Что? Споряжение? А ну-ка, проспрягай слово, балда. Да, пожалуйста. Я балда. Ты... Достаточно. Спрягаются только глаголы. А ты сам есть... Ну вот то слово, которое только что сказал. Я не балда. Перепутал немного. Зато я хорошо падежи выучил. Падежи выучил? Давай проверим. Давай. Ты сегодня таких дел утворил. Вот и пиши теперь. Пиши. Родители ругали бестолкового Аллахая за плохое поведение. Аллахая виноват и молчал, а потом дал обещание исправиться. Написал? Да. Теперь назови все имена существительные. Здесь четыре существительных. Родители, Аллахай, поведение и обещание. Правильно. А теперь определи, в каких падежах стоят эти существительные. А что тут думать? Родители. Значит, падеж родительный. Ругали меня в детстве за плохое поведение. Я больше так не буду. Ладно, ладно, не будешь. Ты лучше предложение разбирай. Ругали кого? Меня. Аллахая. Это мое имя. Значит, падеж именительный. Да. Вот ты считаешь мое поведение плохим. Значит, по-твоему, я что-то натворил. Да? Получается, поведение... Это творительный падеж. Угу. Дальше читаю. Аллахай виноватым молчал. Значит, у меня здесь падеж винительный. Угу. Ну, потом я дам обещание исправиться. Раз я дал обещание, значит, обещание в дательном падеже. Да, оригинально. Слушай, а какую оценку ты себе бы предложил за этот разбор? Как какую? Конечно, пятерку. Думаешь, пятерку? Кстати, а в каком падеже ты называл это слово? Какое слово? Пятерку. В предложенном. Почему предложил? Потому что я сам ее предложил. Ну, точно по тебе дурнушка плачет. Знаешь что, Аллахай? Мне вообще-то домой пора. Я еще домашку по-русскому не сделал. Ты мне учебник отдай, а заодно и все вещи няни Вадима. А как же я? Ну... Эх... Потом подумаем, как тебя в реальную жизнь внедрить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok